Как наверняка всем известно, жил-был художник один. Томик имел и холсты, но он актрису любил ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь и на все деньги купил целое море цветов. Эта романтическая история передается из поколения в поколение. Она красива и универсальна. Она уместна хоть в тифлийских духанах, хоть на сценах столичных концертных залов. Ее не портит даже то, что на самом деле ничего такого, вероятно, не происходило. В тексте о Николае Перусманашвили Википедия сообщает, что это один из крупнейших мастеров наивного искусства. Сам Перусмани об этом, конечно, не подозревал. Он ничего не упрощал намеренно. Его картины не казались примитивными ни ему, ни его окружению. Он сам был наивным человеком. А его искусство – зеркальным отражением его натуры, естественным следствием образа жизни. Никол смотрел на мир широко распахнутыми глазами. Такие были у нарисованных им косуль и жирафов. Он был бессеребренником и, мягко говоря, чудаком. Кроме того, он крепко выпивал. История обмена дома, сбережений и картин на миллион алых роз с ним, скорее всего, не происходило, но она могла произойти. Выходка была вполне в его духе. Перусмани был импульсивен и влюбчив. К моменту знакомства с этой самой роковой актрисой Маргаритой де Север, сердце ему разбивали как минимум однажды. Рано осиротев, ему было около восьми. Никол жил в семье Калантаровых, зажиточных тифлистских армян. В их доме в Тифлисте Никол был не столько прислугой, сколько воспитанником. У него была своя комната. Его брали с собой в театр. Калантаровы поощряли его увлечение рисованием, словом, относились к нему как к своему. Возрослев, Перус Монашвили влюбился в одну из сестер Калантаровых – Элисабет. В письме, которое он написал своей возлюбленной, Никол сообщал, что понимает, какая преграда стоит между ними и как различна их положение в обществе, но надеется, что она, как человек образованная, окажется выше этого, и согласится стать его женой. Таково его твердое желание. Элисабет была старше на 10 лет. Она была искренне привязана к юноше, выросшему в ее доме, фактически у нее на руках. Однако чувства испытывала скорее сестринские или даже материнские. Она ответила отказом. Какое-то время Никол был безутешен. Примерно 10 лет спустя Перус Монашвили предпринял еще одну попытку жениться. Родственники присмотрели ему невесту на малой родине, поселке Мирзаане. По этому поводу Никол даже прикупил черкесскую кинжал. Однако в Мирзаане что-то пошло не так. Свадьба не состоялась, и по возвращении в Тифлис Перус Мани бурно выяснил отношения с Шуриным. Говорят, в руке он держал тот самый кинжал, который прикупил на свадьбе. Обошлось без кровопролития. Перус Мани был вспырчив, но отходил быстро и зла долго не держал. Что именно произошло у Мирзаане, не знают даже самые дотошные биографы. Согласно распространенной версии, ссора с родственниками вышла не из-за сватовства, а на коммерческой почве. Перус Мани в то время торговал молоком и мукой. Так или иначе, личная жизнь художника не складывалась. Впрочем, в течение всей жизни Перус Мани сохранял уважительно благоговейное отношение к женщинам, и даже проституток рисовал в возвышенных поэтических тонах. Когда я пишу погибших артачальских красавиц, я их помещаю на черном фоне черной жизни. Но и у них есть любовь к жизни. Это цветы, помещенные вокруг их фигур, и птички у плеча. Я пишу их в белых простынях. Я их жалею. Белым цветом я прощаю их грех. Говорил. Маргариту Десер, выступавшую в тифлийских кафе Шантанах, Него Перус Мани предположительно увидел в 1905-м. Пораженный ее пением и красотой, художник отправил черновницы цветы, а сам отправился пить с друзьями. Пожар в сердце нужно было чем-то тушить. Маргарита была тронута и приглашала через посыльного Перус Мани в номера. Но в целом взаимностью не ответила. Вскоре Маргарита покинула город в компании некоего зажиточного кавалера. С некоторыми вариациями эти детали повторяют все. В остальном, между рассказчиками согласия нет. Детали варьируются в зависимости от того, кем является очередной исказитель – романтиком или скептиком. Самая популярная версия гласит, что, едва увидев Маргариту, Перус Мани продал свою молочную лавку, свои картины, краски, дом и имущество, а на вырученные деньги купил целое море цветов. Немалый вклад в создание этого мифа внес Константин Паустовский, пересказавший эту историю в своей повести о жизни. Если верить Константину Георгиевичу, цветы к жилищу Маргариты подвозили на арбах. Вскоре вся улица была усыпана лепестками, а арбы все прибывали со всего Тифлиса, да что там, со всей Грузии. Каких цветов тут только не было, бессмысленно их перечислять. Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряная на вкус. Густая акация с оклевающими серебром лепестками, дикий боярышник. Его запах был тем крепче, чем каменистей была почва, на которой он рос. Нежная синяя вероника. Бегония и множество разноцветных анимо. Изящная красавица, жимолость в розовом дыму. Красные воронки и помеи. Лилий, маг, всегда вырастающий на скалах именно там, где упала бы самая маленькая капля птичьей крови. Настурция, пионы и розы, розы, розы. Всех размеров, всех запахов, всех цветов от черной до белой, от золотой до бледно-розовой. Как ранняя заря и тысячи других цветов. Расстроганная Маргарита наградила бедного художника поцелуем. Он, разумеется, стоял под окном, чуть дыша. И только потом сбежала с богатым любовником. После того, как была дописана повесть о жизни, Паустовского неоднократно номинировали на Нобелевскую премию. А Марлен Дитрих падала перед ним на колени в Центральном доме литераторов. В его лице Перусмани обрел весьма авторитетного биографа. И хотя сам Паустовский писал, что он лишь пересказал один из вариантов истории, не заботясь о ее подлинности, ему поверили. Паустовский перевел эту версию из разряда городского фольклора в ранг официальной общепринятой мифологии. 20 лет спустя Андрей Вознесенский и Алла Пугачева окончательно закрепили ее в этом статусе. Что касается людей придирчивых и скучных, такие, разумеется, нашлись. Многие считали Маргариту вертихвосткой и винили ее в разорении Перусмани. Конечно, он не продавал свой молочный бизнес, чтобы купить ей цветы, но в процессе ухаживаний тратил много и безрассудно. Другая распространенная трактовка этой истории и вовсе далека от цветочно-песенной романтики. По ней Маргарита де Север прибыла в Тифлис вместе с театром миниатюр Бельвю. Не в 1905, а в 1909 году. В пользу этой версии говорит и дата написания портрета. Едва ли невлюбленный художник стал бы медлить целых 4 года. Перусмани к тому времени уже окончательно обнищал. Свою долю в молочной лавке он потерял, поскольку был совершенно лишен коммерческой жилки. Не способствовали процветанию бизнеса и его чудачества. Некоторые современники проводили их по ведомству ментального нездоровья. К примеру, Перусмани мог в самый разгар торговли закрыть лавку, купить у проезжающих мимо крестьян целую телегу сену, снести обхапки сухой травы в свою комнату и ходить по ней босым. Разве не здорово, что не нужно ехать в деревню, чтобы получить такое удовольствие? Он рисовал сутками напролет, утверждая, что его заставляет лично святой Георгий. Он практически не бывал трезвым. Обанкотившись, Перусмани рисовал вывески за еду и выпивку. Миллион роз был ему не по карману. Так что воспетый мастерами культуры образ был, скорее всего, порождением испорченного телефона, следствием обычного преувеличения. Возможно, Нико послал очаровавшей его актрисе Букет. В Духане на той же улице рассказывали, что Букет был огромным. На соседней улице он превращался в охапку роз. В соседнем квартале рассказывали про арбу, круженную цветами. А к другому концу города прибывал уже целый цветочный караван. Согласно свидетельствам многочисленных очевидцев, послав цветы, Перусмани отправился пировать с друзьями. Что касается ауэдиенции, возможно, Маргарита и приглашала своего поклонника заглянуть на огонек. Но Нико попросту не дошел. Был слишком увлечен застольем. Кое-кто считает, что Перусмани вовсе не видел Маргариту де Север. Он влюбился в афишу и с нее написал портрет. Наконец находятся скептики, которые сомневаются в том, что Маргарита де Север вообще существовала. Она существовала. Сохранились ее фотографии и афиши гастролировавшего в Тифлиси Бельвю. О ней упоминали в мемуарах и письмах современники Нико Перусмани, его добродетели, партнеры, родственники, его первые биографы. Описывали ее по-разному. Кто-то утверждал, что Маргарита де Север была большой артисткой, обладательницей дивного, словно расщепленного двойного голоса, который очаровал Перусмани. Красота Маргариты была не лишним, но все же бонусом. Ее национальность была в Тифлиси тех лет экзотикой и тут же интриговала публику. На первых порах, как посетители кофе Шантана, где выступала Маргарита де Север, считали ее обрусевшей немкой, что страшно нервировало хозяина заведения. В повести жизни Полустовский пересказывает такой диалог. «Наверное, твои мозги совсем перевернулись в голове», – кричал хозяин. «Ты слышал такую страну Франция?» «Ну, слышал», – хмуро отвечал неосторожный посетитель. «А во Франции слышал такую губернию Эльза?» «Слышал?» «Ну, так она из этой губернии, из Эльза, француженка высшего сорта». «Что за люди?» «Пустяков не знают». «Драться знают», «Сдачи не давать» знают. «Трогать на улице девчонок знают», «Мошенничать карты знают», «А сообразить ничего не знают». «Другие намекали, что у певички из кафе Шантана, у усилительных артачальских садах, наверняка были таланты поважнее голоса. Возможно, правы были и те, и другие. Первые не исключают второго. Разносторонние одаренные артистки действительно встречаются». В 1968 году, в Перусмане уже полвека, как не было в живых, Маргарита де Север неожиданно материализовалась в Париже. Во всяком случае, так представилась 80-летняя посетительница выставки Перусмане, которая проходила в Луру. Сотрудники музея сфотографировали актрису Маргариту на фоне одноименного портрета, после чего она вновь исчезла. На этот раз окончательно. История любви Никопе Русманник Маргарите де Север оставляет множество вопросов, ответить на которые каждый вправе сам. Был ли он действительно великим народным художником или въехал в Лувр на острике конъюнктуры и национального колорита? Была ли в его жизни целая площадь цветов или все дело в богатом воображении его биографов? И, наконец, похожа ли Маргарита на свой портрет? Решать вам. Но имейте в виду, если вам кажется, что нет, скорее всего, вы дотошный и скучный человек. Редактор субтитров А.Семкин